Всем здорово, чуваки! Это прогноз погоды биткоина, и Тон Вейс здесь, ваш ведущий, вместо Мэтта, который должен был вести это шоу, но я должен был лететь. Короче, все переигралось, потому что так бывает в жизни. У нас в гостях великий и ужасный Са Крутис. Чувак, очень круто, что ты пришел, я в Майами, вот у меня тут собачка, все дела. Короче, круто, круто, что мы встретились. Как дела? У меня все отлично, рад тебя видеть. Было круто, когда ты был в городе, последний раз, когда я тебя видел. У нас с тех пор было хорошее движение цены. Да, было очень клево. И ты знаешь, что, на прошлом шоу ты был очень-очень уверен в том, что мы увидим откат примерно в зону 60 тысяч или, может быть, даже чуть ниже. Но 60 это была наша цель по развороту, потому что MRI тоже кричал об этом, наш индикатор. Ну, в общем, я думал, что мы на 58 еще, конечно, упадем. И я очень хочу посмотреть твой анализ, твои графики. Но перед этим, если можно, я хочу сказать пару слов на моем графике. Так, вот мой недельный график. Мы здесь в позитивном MRI недельном движении, но нам нужно видеть, чтобы вот эта зеленая свечка пробила высоту красной, чтобы увидеть зеленую звездочку на MRI. И вот тогда мы увидим уже серьезное подтверждение и дофига воздуха наверх, свободного, чтобы лететь. Короче говоря, чтобы у нас получилась зеленая звездочка на недельном таймфрейме, нам нужно закрыть эту свечку выше, чем предыдущая красная свечка. То есть это означает, что биткоин должен закрыться выше, чем 66 тысяч долларов. Если мы закроемся выше, чем 66 тысяч долларов, то я думаю, что там будет уже 100% трейд лонг. Но, с другой стороны, посмотри, в прошлый раз, когда у нас были суперкрутые массивные зеленые свечи, зеленые дилда, но в тот момент, как только загорелась зеленая стрелка, все равно мы уперлись в сопротивление и пошли вбок и вниз. Так что мы сидим на сопротивлении. И если мы увидим, что эта зеленая свечка пробивает вот этот локальный топ 66 тысяч, это все еще будет норм. Но, знаешь, это все стандартные штуки с теханализом. Ни один теханализ никогда не идеальный. Но что идеально, это когда ты доверяешь сам своему теханализу, потому что это твоя система, по которой ты торгуешь. И, знаешь, я очень побычно настроен, но пока что мой теханализ не дает мне отличной точки для входа. Поэтому, вот мой четырехдневный график. Здесь, да, вот, кстати, сокрутись, мне интересно, что ты скажешь об этом. Здесь не идеальная структура свечей, но мне нравится то, что здесь сейчас происходит. И это новая зеленая свечка. И пока, до тех пор, пока следующая свечка тоже будет идти наверх зеленой и пробивать 66 тысяч, я думаю, что вот эта средняя скользящая тоже развернется и пойдет наверх за этими свечками. Так что будет круто встать в стопроцентную лонг-позицию. Но я бы подождал перед тем, как мы пробьем хотя бы 67 тысяч, и мувинги тоже развернутся. Вот. То есть, грубо говоря, нам надо сейчас пробить 65 тысяч на этой свечке и 67 на следующей четырехдневной свечке. W.S.O.T. на нашей любимой бирже Bybit начинается уже буквально вот сейчас, ребята. Торопитесь успеть, осталось буквально вот день, чтобы успеть вступить к нам в команду. Но на самом деле потом будут еще, конечно, где-то недели, чтобы догнать и исправить эту ошибку. Но лучше вступайте сейчас, не тяните. Переходите по ссылке из описания или по ковер-коду на экране. Наша команда в этот раз называется не CryptoCommons, попрошу заметить, а SellBy. Причем через значки доллара и биткоина, поэтому не пытайтесь ее искать вручную. Переходите по ссылке и вступайте. Нас уже 31 человек, но будет, я уверен, минимум раз в 10 больше, конечно же. С вашей помощью, друзья. Поэтому не тупите, переходите по ссылке. Если вы еще не перевелись на UTI-аккаунт, вот самое время. Крышесноснейшие призы в размере 10 миллионов долларов. Призовой фонд, ребята, будет разделен между лучшими командами, участников тоже пока еще немного, кстати, посмотрите. Так что не тупите, переходите по ссылке, вступайте, торгуем, как обычно, зарабатываем и получаем плюшки. Идем на дневку. На дневном таймфрейме я очень хочу, чтобы мы упали на 58 тысяч. Мне бы это дало замечательную возможность для покупки. Но, с другой стороны, уже мы пошли наверх, и мы видим зеленую звездочку. Но, раз эта дневная свечка нам дает зеленую звездочку, позу вчерашней свечки, Короче говоря, все выглядит за шип Битлз в целом. И, да, вот мы смотрим дневные свечки, потому что мы ждем возможного сигнала о локальной вершине, мы рай топ. Но вот в прошлый раз, посмотри, на дневке, когда у нас была зеленая стрелка, мы достаточно неплохо поднялись. Это было похоже на то, что мы видели 12 сентября, в принципе. Я здесь достаточно побычно настроен, и я не думаю, что мы улетим прямо сейчас сразу на Луну. Я думаю, что все еще мы видим этот нисходящий тренд локальный, коррекционный. И я думаю, что мы еще здесь чуть-чуть поболтаемся. Я не ожидаю сейчас прям каких-то крышесносных пробитий к новому all-time high-am до конца октября, может быть, даже ноября, начало ноября. Но я ожидаю, что в ноябре мы улетим, да, выше 65 тысяч. Точно. Давай, я пока оставлю это так. Я, честно говоря, не хочу говорить о краткосрочных таймфреймах. Я знаю, что ты у нас профессионал по четырехчасовому таймфрейму. Давай, короче, Сакуртиз, если у тебя есть вопросы, я на них отвечу. Если нет, то начинай. Нет, это звучит хорошо. Может быть, у нас будут вопросы... Ну, то есть я попрошу отзывов после того, как выделюсь своим анализом. Мне очень интересно... Когда мы последний раз проводили стрим, или даже два стрима назад, когда ты сказал, что мы можем ничего не делать в следующие пару месяцев, и просто можем ждать октября, и это было основано не обязательно только на крипто, но больше на тайминге сезонов, когда рынки любят двигаться. Так что мне довольно интересно то, что ты думаешь, что, вероятно, рынок не готов устанавливать новые all-time high в этом месяце, вне зависимости от того, что это тот месяц, которого ты ждал. Можешь это прокомментировать? Да, слушай, конечно. Я говорил еще с июля, что время на нашей стороне, и мы должны просто подождать до октября. И причина в том, что... Вау. В 20-летнем опыте торговли я заметил, что фондовый рынок выходит дно обычно в цене либо в сентябре, либо в октябре. Это 60-дневный промежуток времени. Теперь это, в принципе, не особо тебе помогает в краткосрочных трейдах, но это тебе помогает в долгосрочных лонг-сетапах. И теперь, конечно, нам нужно просто определить, было ли вот это дно 15 сентября дном этого периода, этого 60-дневного периода, или еще будет еще одно дно до 20-го октября или 25-го. Вот, собственно, и спекуляция по рынку стандартной, хоть фондовому, хоть крипторынку. Когда я смотрю на дневной график, собственно, там первое дно появилось в раннем августе, но позднее дно появилось уже в сентябре, с 6-го сентября. Я вообще не люблю двойное дно, но я просто говорю, что октябрь может сделать еще одно двойное дно, но когда октябрь подходит к концу, возможность нового дна, которая уйдет еще ниже, чем 6-го сентября, который был закрыт на 54-х тысячах, возможность этого уменьшается, особенно, когда цена биткоина все круче и круче идет наверх от 54-х тысяч. Поэтому я всегда ожидаю до конца октября, что мы будем в очень хорошем бычьем тренде, и дно останется позади нас. Так что, вот сейчас у нас вторая неделя октября, и мы находимся в этом диапазоне 60-70 тысяч, и теперь уже, извините меня, но вариант, что мы уйдем ниже, чем 54 тысячи, становится все менее разумным и ожидаемым. так что дно, которое у нас есть во 2-го октября, чуть ниже 60 тысяч, или прямо на 60 тысячах, тоже, возможно, что это будет, что это и есть второе дно, короче говоря. Так что, я думаю так, когда октябрь заканчивается, мы должны уже быть выше сентябрьских промежуточных пиков, мы уже должны быть выше сентябрьских промежуточных хайов, которые были на 66 тысячах, так что я ожидаю, что биткоин закроется выше 66 тысяч до конца октября, и потом бычий рынок уже начнется, конкретно. Вот что я, собственно, и говорил на протяжении всего лета, и я, конечно, не говорил, где будет цена в сентябре и в октябре, но именно процентное соотношение хайов и лоев отыграло практически точно, как я и ожидал, в районе 50-60-70, округляя это дело до 50-60-70 тысяч. Очень интересно. Да, я думаю, это важно очень легко поставить цену выше времени, а когда ты ставишь время выше цены, это может помочь избежать головной боли от какого-то распила или неожиданных направлений. Так что я много думал. о том, как ты ждал октября конкретно, потому что это первый раз, когда я услышал об этом минимуме, который будет в сентябре или октябре. Так что я определенно думаю, что этот минимум был, и что мы готовы, что бычий тренд уже начался, по моему мнению. Так что... One more quick addition. Those of you that want to see more specifics on this, check out the last show I did with Mark Wood. We went back 20 years and looked at every October, and the only two times this idea failed was the 2000 financial crash with the dot-com. that was the only September-October that did not mark a low, and the second time it failed in the last 20 years was the 2008 crash. So we went all the way back to the year 2000. That's actually 24 years of history and the only two years where this idea of October kicking off a bull market or it never pulling back at all. So obviously that's fine, right? We're not saying you should invest in a downside. So either September-October never pulled back at all and we continued with the bull market or September-October did pull back and a low was created in September or October. That worked out every year in the last 25 years except the year 2000 and except the year 2008. Это поразительно. Это действительно интересно. И да. Опираясь на нынешнюю среду, которая у нас есть, стоит держать в уме, что если этот рынок развернется, мы примерно понимаем, что может последовать. И этот месяц будет... И да, слушай, мы сейчас входим в этот октябрь не в такой ситуации, как было в 2000-м или в 2008-м годах. Нет, определенно другие проблемы и другая среда, но да, могут быть проблемы за углом со всем, что происходит, так что определенно не стоит быть слишком убежденным, что минимум был, когда рынок может определенно развернуться в момент. Да, слушай, это правда. Это правда. Я с тобой согласен, это правда. Это практически никогда не происходит. Не, окей, все может произойти на фондовом рынке, нельзя говорить никогда, но статистически сентябрь-октябрь, этот период, он не прямо разрывается в щепки. Да, он больше про то, что капитуляция может произойти, не начало, а капитуляция, то есть, что я говорю, что да, в 1929 большой обвал случился в октябре, но это не тогда, когда был all-time high, мы уже снижались, то есть, фишка в том, что все эти снижения, большая часть снижений начинается гораздо раньше, в начале года, и вот капитуляция происходит в сентябре-октябре, так что вероятность того, что фондовый рынок будет на all-time high в сентябре-октябре, и потом дерьмо случится, и все грохнется, практически нулевая, никогда так не происходит, так что это еще одна вещь, которая людей немножко вводит в ступор, они всегда думают, что эти массивные обвалы случаются в сентябре-октябре, но они не видят, что снижение начинается гораздо раньше этого, просто они не обращают внимания, то есть, уже давно рынок идет вниз, а люди говорят, да ладно, все окей, так что поэтому вот почему я не ожидаю каких-то катастроф в этом году, особенно перед президентскими выборами США. Да, это то, о чем я думал, это выборы, и что может произойти вокруг них, но это важное разъяснение, что нисходящий тренд должен был уже начаться, если бы октябрь был месяцем капитуляции. Мы определенно в бычьей среде с коррекцией, которая уже вроде подходит к концу, так что это сильно отличается от медвежьего рынка, который шел бы целый год до этого месяца. Да, я перейду к своим графикам, а одна вещь, которую я хотел поделиться, которая была у меня на уме пару раз. Я прошлый год или около того работал кое над чем и очень счастлив на эту тему. Попросту, все мои графики, которые я рассматриваю каждый день на своем компьютере, доступны всем бесплатно на сайте alphanalyze.io. Если ты перейдешь вот сюда к графикам, ты сможешь увидеть все графики, которые я разглядываю на своем компьютере в реальном времени, и ты сможешь увидеть все аннотации, которые я делаю. И мне кажется, это очень круто. Я очень счастлив этим поделиться. Если ты кликнешь на EMA и EXA, ты увидишь вот этот график с недельным и дневным таймфреймами, с аннотациями, я просто пройдусь по ним, чтобы ты знал, что означают аннотации и на что именно я смотрю. Последние недели, эти последние 3-4 дня были очень критичными, с очень красивым движением цены. И опять же, я думаю, это очень критичный перекресток, поскольку мы откорректировались до 60 тысяч. Была пара причин, по которым я был очень уверен в поисках этой коррекции и пара причин, по которым я хотел, чтобы это удержалось. В первую очередь, мы посмотрим на последнюю красную свечу, которая появилась в последнюю неделю. Августа в первую неделю сентября закрылась в понедельник второго. И если быки перетягивают на себя одеяло, это зона, которую я хочу, чтобы удержалась как поддержка. И когда мы на прошлой неделе увидели эту коррекцию, я смотрел на это как на критическую зону поддержки. В случае, если быки действительно забирают преимущество. И есть подтверждение от осцилляторов. В первую очередь, мы видим, что RSI пробился через эту линию тренда. Это очень важный лидирующий индикатор для меня, для точек пробоя. Мы видим, что цена все еще под этой линией тренда, но RSI уже пробился и нашел поддержку на ретесте. это указание, что это не просто ложник. Он был над этой линией тренда уже. Это четвертая свеча. Это говорит мне, что мы готовы к пробою этого нисходящего тренда. и я действительно не вижу причин, по которым мы не должны устанавливать новый холл-тайм-хай в этом месяце. Этот RSI это очень важный индикатор, так же, как этот EXA. То он напомнил мне, почему он так называется, и это истощение EMA. Он попросту смотрит на то, как долго скользящие средние оставались пересеченными, и на то, находится ли цена над или под девятым мувингом. Так что для меня это было двойным сигналом, когда у нас было вот это пересечение в негативных значениях с пробитием RSI. Это было вот здесь, и это говорило мне, окей, пора покупать, и сейчас я это рассмотрю так же, как Тон рассматривает MRI, когда он смотрит на первые 2-3-4 свечи, как на время покупать, и потом, может быть, на 8-ю, 9-ю, 10-ю свечу, как на время продажи. Это пересеклось в бычью сторону и в негативных числах. И вот когда было начало тренда. Как только это пробьется в позитивные значения, тогда время для входа заканчивается. И наступает время искать, где забирать прибыль, это может быть через 4-5 недель. И красная свеча с сохранением этого бычьего пересечения. Это то, где я смотрю на это как на просадку для покупки. Так что я очень счастлив, что у нас была эта реакция. Давай посмотрим на дневной, который очень хорошо сходится. Когда Тон и я последний раз проводили стрим, это было вот здесь. И причина, по которой я был уверен в откате и ждал отката в том, что EXA был на экстремальных уровнях. Не просто нормальная зона перекупленности, но на самом деле экстремальная. Мы смотрим на плюс два и минус два, как на стандартное отклонение, где 80% движений будут происходить в этой зоне, когда вы между плюс два и минус два. Когда он поднимается до плюс три, это сильное отклонение, которое происходит, может быть, только от одного до трех процентов времени. Это говорит мне две вещи. первое. Это очень сильный сигнал. Тот факт, что быки могут, у них есть достаточно силы, чтобы сделать движение, которое происходит от одного до трех процентов времени, наверх. И вот здесь обычно приходят медведи и продают, и цена откатывается, и их вынесли. Когда цена поддержалась на пятидесяти восьми тысячах шестнадцатого и продолжила до шестидесяти пяти, из-за этого и Эксэй поднялся на плюс три. Это то, когда в своей голове, я думаю о красной зоне, как в машине, мы в красной зоне. Да, мы двигаемся быстро, но нужно время, чтобы остыть и, может быть, переключить передачу перед тем, как ускоряться опять. Здесь я ждал, пока это спустится в негативные значения и пересечется в бычью сторону, и это у нас было вчера. И это появилось вот на этом уровне поддержки, на который мы смотрим. Эти последние три красные свечи были предыдущим сопротивлением, я хотел, чтобы эта зона удержалась как поддержка, и у меня, и у Тона были одинаковые уровни. Мне не нужно было, чтобы удержалась именно 60 тысяч, но мне действительно нужно было, чтобы удержалась от 58 до 60, иначе мы возвращаемся к медвежьей распиливающей структуре. Это очень важно для меня увидеть, что цена нашла там поддержку. И вот это пересечение EXA на вчерашнем закрытии это то, чего я ждал для того, чтобы быть готовым к этому ускорению. И теперь скользящие средние сейчас это зона покупки, и это также окно для входа, которое закрывается. когда эти мувинги пересекаются, это первый сигнал для меня на покупку, и он должен быть подтвержден свежим пересечением на EXA. И потом последняя возможность купить будет, когда эти мувинги пересекутся обратно. Здесь у нас есть небольшая точка, которая на это указывает. Сегодня попросту закрывается окно. Возвращаясь сюда, мы видим, когда это пересекается. Это закрытие окна, и вы уже должны были быть в позиции. Так что недельный и дневной сходятся для меня, говоря, что это была последняя неделя для покупки, и теперь время двигаться. И одна последняя вещь на этом таймфрейме, оба эти таймфрейма. RSI входит в бычью территорию. Когда мы действительно в бычьем тренде, RSI должен удерживаться на 50 и как бы оставаться между 50 и может 80. Это сильное подтверждение того, что тренд бычий. Опять же, все сходится с пересечением EXA с ретестом 50 и пересечением на CMA. Я посмотрю на 4-х часовой MSR. MSR это индикатор, который недоступен бесплатно. Это платный индикатор, который можно получить бесплатно на 3 месяца, используя код Financial Summit. но если вы только в биткоине, это все, что вас интересует, можете получить графики бесплатно на сайте, просто переходя на 4-х часовой MSR. Биткоин всегда доступен бесплатно на моих любимых таймфреймах 4 часа и час. Последний раз мы проводили стрим на моем лонг сигнале. Это был мой сигнал входить полностью в лонг. Это было на следующий день после моего дня рождения, и я даже не понимал, что это было, когда мы проводили стрим. К счастью, я не остался в стороне, так что я смог войти попросту сразу после того, как мы закончили стрим. И теперь я жду, что цена удержится. Это линия в песке, которая называется маркер. это то, что должно быть поддержкой, если этот тренд действительно готов двигаться наверх. Если мы провалимся и не сможем сделать это поддержкой, превратим сопротивление, это будет признаком того, что может быть у нас плохой сигнал и нас заперло на другой стороне, потому что это горизонталь, которая появляется, когда появляется сигнал. Если мы не двигаемся наверх после сигнала, это можно будет понять, потому что мы остаемся под этой горизонталью. Это последняя линия в песке, которую я хочу, чтобы мы пробили. Хорошим признаком, который у нас здесь есть, это цена воспротивилась пересечению смерти. На скользящих средних, когда у нас была коррекция, мы спустились вниз, протестировали двухсотой, опустились под него, провели под время, но недостаточно, чтобы 50-й пересекся. Мы здесь зажались и теперь двигаемся наверх. Это очень хороший признак, когда вы видите, как скользящие средние сходятся, очень сильно приближаются, как бы соглашаются друг с другом. Вы хотите, чтобы они сошлись и потом начали опять расходиться. Это ваш сигнал на то, что вы встретили коррекцию, поддержались на пересечении, все растет, мы видим, что 50-й развернулся и начал двигаться вниз, и теперь он только начинает двигаться обратно наверх. Это действительно бычий момент, и это именно то, что мы хотим увидеть. Посмотрим на один час, который также в очень хорошей позиции. Сейчас он только загрузится. Похоже, у нас проблема. Давайте я посмотрю, я просто поменяю вот это. Окей. нужно разобраться с этими проблемами. Итак, вот мой первый сигнал, когда я вошел на 50% в лонг, когда часовой MSR отсигналил 19 сентября, и 100% лонг, когда 4-х часовой также отсигналил в бычью сторону. Здесь у нас был очень хороший сигнал, и он заставил меня попотеть. Когда у нас была эта коррекция в океан, цена была на пороге слома бычьего тренда. Если бы этот 50-й мувинг пересекся бы под маркер и направился бы в океан, это бы отсигналило о зоне без торгов. Мне бы пришлось выйти из своего лонга, и это была бы безубыточность, может быть, небольшой убыток, но в целом в ноль. Когда этот 50-й подбирался к океану, это попросту заперло цену. Она должна была сдвинуться в течение 24-х часов. После закрытия в четверг все это двигалось вниз и быстро приближалось к океану. Это создало небесный сквиз. Это один из моих любимых сигналов, один из самых надежных сигналов, которые у меня есть, и я доверяю им больше всего. Когда небо приближается к пляжу и очень близко подбирается, это небесный сквиз, который зовет цену к 200-му мувингу, и она должна сделать это до того, как 50-й пересечет в океан. Это полностью ломает сетап. Здесь в своем отчете, который я делаю на X каждый день, я вот здесь говорил, послушайте, мы должны двинуться завтра, в пятницу, иначе все разваливается. И мы видели, как это происходит ранее, в этом нисходящем тренде. И это что-то, что поменяло бы мой взгляд на месяц, если бы у нас не получилось удержать поддержку на этом часовом бычьем тренде на MSR. и мы смогли получить движение, но оно было мелким, оно меня не вдохновило, потому что мы даже не смогли протестировать двухсотый, впрыгнули медведи, и цена не смогла протестировать даже двухсотый, поэтому я продолжал потеть, пока в воскресенье. У нас не появилось довольно неожиданное движение для выходных, и не появилось это хорошее ралли, которое сейчас заставило пересечься и Мэй обратно. Так что сейчас у нас стоят галочки везде, мы пробились через... Слушай, а давай чуть-чуть приблизимся, можешь? Да, на вертикальную... Да. Немножко не туда, я имел в виду назад, да, большего времени, а теперь курсор по вертикалке, вот, чувак, да, я вот это имею в виду, чтобы лучше видеть движение цены, а не посередине графика, да, да, вот, окей, ништяк. Окей, теперь у нас есть все, мы подтвердили пробой, и теперь мы получаем откат в золотое пересечение сегодня утром, это очень важно, первое движение недели должно быть в обратку тренду, если ты подумаешь о недельной структуре свечей, вот, если будет фитиль, он должен появиться рано в начале недели, если у тебя есть зеленая свеча, 95% из них не будет плоского дна, у них будет фитиль, этот фитиль должен произойти в начале недели, для того, чтобы потом это закрылось в зеленом, и самая лучшая возможность для покупки происходит в основном очень рано в начале недели, и это то, что я вижу здесь, у нас есть хорошая коррекция в это золотое пересечение для того, чтобы начать неделю в районе этого как бы времени разворота, Нью-Йорк открывается, и Уолл-стрит начинает торговать, это то, когда вы хотите увидеть, как появится минимум, или максимум, в зависимости от того, ну, если это максимум, это указывает на то, что может быть будет красная неделя, если минимум в начале недели, утром в понедельник, когда открывается Нью-Йорк, это очень хороший рецепт для зеленой недели, и если мы экстраполируем это на более крупный таймфрейм, на месячный, мим звучит как октябрь, и это кое-что, во что я верю, мне кажется, октябрь будет месяцем роста, и чтобы это было так, он должен открыться вниз, тот факт, что у нас было очень хорошая движение вниз на открытии месяца, это очень бычий индикатор для меня, у нас было движение в месяц на открытии месяца, движение вниз на открытии недели, давайте отправим это выше, я ничего больше не жду, еще кое-что, что я хотел бы отметить, и это было абсолютно беспрецедентно, я такого никогда не видел, это вероятно самый бычий индикатор для меня, он исходит из FOMO Finder, для меня это, ну, индекс страха и жадности на биткоине, просто полный мусор, он не работает, я не знаю никого, кто его использует, чтобы что-то делать, это просто мем попросту, но FOMO Finder, это кое-что, что для меня очень важно, потому что это опирается на фандинг рейд и премиум фьючерсов, он их совмещает, чтобы сказать нам, в стадии FOMO мы, или паники, или потенциальной капитуляции, если у нас есть баквардация, плюс отрицательный фандинг, вы увидите капитуляцию, это будет очень важным индикатором, если у нас есть скидка во фьючерсном премиуме, если есть скидка от обычного значения, и у нас есть фандинг со скидкой, и это даст нам неуверенность и может даже панику, и это то, что мы видели, последний, может быть, месяц или около того, к сожалению, итак, за последний месяц, вот мы приблизились, это от 16 сентября до октября, у нас были эти панические отметки после движения цены наверх, и это безумно, это абсолютно беспрецедентно, мы видели, как цена, давайте посмотрим, я сейчас запарю все свои графики, вот, за этот период времени, с сентября, мы видели, как цена сдвинулась с 53 тысяч до 65 тысяч, когда она поднялась с 54 до 60, мы получили панику, мы поднялись на 10-15 процентов, и получили негативный фандинг, он оставался таким несколько дней, плюс премиум со скидкой, мы видели, как фьючерсы торговались в сентябре и октябре с нулевым премиумом, это не баквардация, но очень близко, и это безумно, для того, чтобы это происходило после роста цены, обычно вы видите скидку на фьючерсном премиуме, и отрицательный фандинг, только на больших движениях вниз, наблюдать такое, говорит мне только одну вещь, медведи слишком активно продают, и они продают в два раза больше, после того, как цена двигается против них, я вижу медведей в позиции, где они заперты, и они просто продолжают продавать все больше, и это единственная причина, по которой мы можем видеть отрицательный фандинг, после движения на 15% вверх, это абсолютно беспрецедентно, и действительно признак большого разворота в тренде, если мы подумаем об аквардации, капитуляции, это сигнализирует о дне, о точке разворота, когда мы видим такое во время роста, у меня такое же ощущение, что это действительно разворот течений, и это что-то, это одна из основных причин, по которой я настроен так по-бытии сейчас, она опирается на то, что мы видим в фандинг-рейтах и фьючерсном премиуме во время этого движения наверх. Это все, что у меня есть. Я не хочу отключать свой экран, но у меня больше нечем поделиться. Слушай, а можно я тебе задам тогда вопрос больше о глобальной картине? То есть, смотри, мне видится, что когда большая биржа обваливается, например, как последняя большая катастрофа была у нас FTX, и, к сожалению, тысячи людей, десятки тысяч людей поняли, что они лишились всех биткоинов, которые думали, что у них есть. И первая реакция, конечно же, это паника, типа, бля, дерьмо, биткоин прохакали, биткоин умер. Так что первая реакция, да, что они просто массово продают. Но потом эти же все люди, которые имели биткоин, но теперь у них нет биткоина, и они думают, блин, у нас теперь panic buy, то есть, биткоин-то не умер, значит, теперь мы должны бежать и покупать его обратно. Пока биткоин, который они думали, что у них есть, может быть, где-то еще и лежит. А если он где-то и лежит, то, очевидно, камеры могут начать эти биткоины продавать, потому что хер ли им их не продавать, если у них бесплатные монеты образовались. Ну, я имею в виду, кто хакнул биржу. А в итоге, что мы видим, что большинство этих биткоинов залипают в правоохранительных органах, и их невозможно достать годами потом. И, знаешь, понимание того, что у тебя нет биткоина, оно бычее для цены биткоина с задержкой в 1-2 месяца. А на другой FTX скам, так же, как и скам Маунт Гокс, я продолжаю говорить, что люди продолжают следить за этими Маунт Гокс биткоинами, но уже даже не люди, а следят за ними их предки, потому что это можно ждать, ребята, годами и десятилетиями, пока им вернут деньги. И, собственно, эти биржи, Маунт Гокс и прочие ждут реально десятилетиями, пока умрут эти чуваки, чтобы им не надо было возвращать бабки. Я не знаю, правда это или нет, и отдали ли кому-то деньги или нет, но мне кажется, что FTX тоже примерно то же самое, как и Маунт Гокс. Они говорят, что да, 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 мы скоро отдадим, но в итоге ждут, пока вы сами отвалитесь, что называется. Что ты думаешь вообще? Ты смотришь за дистрибьюцией этих хакнутых битков Маунт Гокса, FTX, и когда этот биткоин все-таки вернется людям, когда все-таки дела эти закроются, ты ожидаешь, что они будут продавать эти биткоины? Потому что я слышал, что FTX уже точно вроде как как у Маунт Гокса это заняло ну как минимум несколько лет. Да, отличный вопрос. Я думаю, ну для меня это буквально сводится к тренду и среде, в которой мы находимся, и мы в бычьем рынке, в бычьем тренде. Медвежьи новости это возможность для покупки. Если этот рынок двигается наверх, и он действительно в бычьем тренде, и все эти монеты распределяются, и появляется продажное давление, это будет лучшей возможностью для покупки, которую мы увидим на всем этом бычьем тренде. Если мы не в бычьем рынке, и мы все еще как бы в нисходящем тренде, и ветра дуют вниз, как я об этом думаю, в бычьих рынках. Плохие новости это возможность для покупки, и также хорошие новости возможность для покупки в медвежьих, плохие новости это возможность для продажи, и также хорошие новости и возможность для продажи. Это сводится к тренду, и я думаю, что многое можно сказать о том, когда FTX сливался, мы были на минимумах, и мне кажется, что многие люди, большая часть их клиентов была в наличных. Мне кажется, также должна быть распределена большая часть наличных, и мне кажется, будет потенциальное покупное давление от людей, у которых есть 50 тысяч в USDT, которые заперты, которые они планировали вливать в биткоин, или, может быть, они продали повыше и пытались купить ниже. Так что да, мне кажется, что если мы удерживаем бычью структуру, и вдруг выясняется, что распределяют монеты, и Твиттер сходит с ума из-за продающего давления, которое из-за этого появится, мне кажется, это будет невероятной возможностью для покупки, но только если мы в бычьем тренде. Понял тебя. Ну что, слушай, а глянь на недельку, пожалуйста, братан, что ты там видишь, до конца этого года, или до первого квартала следующего года? Окей, давай посмотрим. Сейчас я... Вот этот, наверное, лучше. Месячный все еще оставляет желать немного лучшего. Вероятно, один из лучших долгосрочных индикаторов тренда, это EXA на месячном графике. Это невероятно, как он указывает на точки разворота, и обычно он это делает так, что я не могу в это поверить. Например, вот здесь. Я не верил, но если мы посмотрим на вот эти основные многолетние позиционные движения, у нас был этот прекрасный тренд, который смог пересечься и сохранять пересечение до минимумов вот здесь. Потом, опять же, я не верил вот в этот, и теперь, оглядываясь назад, это дает мне все больше уверенности в этом индикаторе, но из-за важности халвинга, я на это не купился, я думал, что у нас будет быстрое пересечение обратно. Но я должен был смотреть на это, потому что мы были в очень сильной перекупленности, и мы получили это пересечение прямо на максимумах, и теперь... Поправь меня, если я не прав, но ты когда объясняешь это, ты имеешь в виду месяца и цены, правильно? А то я думаю, что люди могут неправильно понять нас. Да, конечно. Это пересеклось на закрытии первого апреля, халвинг был, мне кажется, 20 апреля, за 2-3 недели до халвинга у нас было это пересечение в медвежью сторону, сильно выше 2, и оно сохранялось с тех пор. Так что это просто идеальная ситуация, покупай хайп, продавай новости на подходе к халвингу. И теперь это территория покупки просадки после продажи новостей, но это последнее, что остается у меня в уме. Это должно пересечься, я жду, когда это пересечется. Не для входа, в плане входа я уже описал каждую причину, по которой я уже в позиции, но это будет действительно подтверждением, которое мне нужно, для того, чтобы сказать, что мы готовы к еще 12 месяцам параболы наверх. вот это пересечение в бычью сторону. Окей, у меня есть два вопроса, чувак, про это сразу. Первый. Тебе нужен этот индикатор, чтобы он попал в негативную территорию или в перепроданные значения, или не нужно тебе это? Потому что, я думаю, что нет, потому что, смотри, он в сентябре вон развернулся, да, и не был в суперперепроданном, 23 сентября. Вот что-то типа этого вызвало хороший бычий рынок. Ты, наверное, тоже будешь счастлив, если мы пересечемся в следующем месяце, если мы увидим такое пересечение в следующем месяце, правда? Да, и это как бы похоже на RSI, который держится над 50-ю. Ноль это критический уровень. Если мы сможем удержаться на нуле, это большой сигнал силы, и я этого сильно жду. Если мы посмотрим на апрель 2020-го, прямо перед большим движением, которое появилось, мы видели, что мы поднялись, не ушли в перекупленность, но упали в район нуля. Нашли там поддержку после ковидного обрушения, была поддержка в районе нуля, и потом это пересечение сохранялось больше года. Это то, чего я хочу увидеть. И все сходится для того, чтобы сказать, что все готово к еще одному такому движению. Тайминг, макротайминг, просадка после халвинга, четырехчасовой часовой МСР, недельный, дневной. Я все это ожидаю, но это еще не произошло, так что придется подождать еще один месяц или два, пока это появится, и к тому времени цена уже может оставить нас позади. Один хороший месяц может заставить это пересечься. За этим определенно стоит поглядывать, я знаю, Мэтт об этом говорит, конкретно на этом таймфрейме, и мне кажется, что вы следите за этим индикатором уже какое-то время, так что это последняя галочка, которую нужно поставить. И что мне нравится на этом таймфрейме, это точка разворота, которую мы наблюдаем с минимумом, который окружен двумя увеличенными минимумами, и в последнем месяце даже увеличенный максимум. Это попросту фрактал Уильямса, пока эта свеча остается над этим минимумом, и у нее все причины там оставаться. Это мощный уступ, если ты подумаешь о скалолазе, который тянется, чтобы подняться выше, и ему нужно найти этот уступ перед тем, как он сможет еще раз потянуться наверх. Почему? Почему? тут как раз собственно мы подходим к следующему вопросу. Что должно произойти на текущей свечке месячной, чтобы мы увидели это пересечение этих двух скользящих средних, или что должно произойти на следующей свечке, чтобы мы это увидели пересечение. Ты более хорошо разбираешься в этом индикаторе, должна ли эта свечка закрыться просто зеленой, чтобы мы увидели пересечение, или она должна переписать all-time high, чтобы мы увидели пересечение, и что? И что, если предположить, что эта свечка закроется так, как она сейчас стоит, что тогда должно произойти со следующей свечкой, чтобы это произошло? Как ты ожидаешь, что поведет себя этот индикатор? Что должно произойти с ценой, и как быстро мы должны подняться наверх, чтобы этот индикатор развернулся? Да, это очень хороший вопрос, и у него не обязательно есть точный ответ, например, если мы закроемся на такой-то цене, определенно будет пересечение. Это больше основывается на нынешней свече по отношению к последним девяти. Так что очень много математики нужно посчитать, чтобы дать точные цены. но что я могу сказать, это то, что все это даже не дернулось еще. Мы даже не близки к пересечению, так что нужно очень... Извини, что перебиваю. Ты можешь быстренько зажать shift клавишу, и я хочу посмотреть, как закрылась эта свечка. Не-не-не-не-не, это не туда, просто зажми клавишу shift, просто поставь курсор на эту свечку, зажми shift, и зажми shift, да, и теперь назад веди, о, щит, дерьмо в смысле, о, дерьмо. Вот так делай, только в обратную сторону, да, 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 вот так, зажми shift, но слайд, но делай назад, а не вперед. У тебя только что получилось, чувак. Ну, давай, рейндж, да, во, давай вот так, и назад 9 свечек, давай, ага, зашибись, это с этой свечки. Итак, мы поняли из этого, что следующая свечка должна быть просто очень массивной, чтобы что-то произошло, правда? Да, абсолютно верно. Я не знаю точно, как работает этот индикатор, но как, базируясь на том, что следующая 9 свечка будет начинаться 1 ноября, как, как серьезно это повлияет на этот индикатор? Как серьезно это может повлиять на этот индикатор? Да, очень сильно. За последние 9 свечей цена сдвинулась от 42 тысяч до 73, но за последние 7 или 8 мы спустили 73 до 63, так что как только вот эта свеча отвалится, индикатор забудет о мощности этого движения, и относительный диапазон, который очень медвежий по сравнению с этим движением, ну, тогда пересечению будет очень легко произойти, потому что индикатор будет смотреть на последние 9 свечей, которые шли вниз, и значительное движение наверх будет попросту над предыдущими максимумами. как только закроется этот месяц и вот эта свеча отвалится к пересечению, будет гораздо проще появиться. Пока индикатор сравнивает эту свечу и последние 3 свечи с последними 9, будет довольно сложно получить пересечение в бычью сторону, и понадобится закрытие выше all-time high. Да, да, но смотри, какая вещь. Ты, получается, хочешь сбросить это 43 тысяч долларовое закрытие, и большинство индикаторов вообще не парится, где свечка начинается. Они парятся только там, где свечка закрывается. Поэтому, начиная с 1 ноября, ты думаешь, самая низкая цена получается 59 тысяч долларов? Ты абсолютно прав, и также движение цены будет относиться ко всем ценам в этой области. Да, и по факту более низкая цена становится дном августа. Да, и так тогда будет гораздо проще этому начать двигаться наверх. Да, и так для этого месяца для пересечения нужно закрыться на новых максимумах. Для следующего будет гораздо больше чувствительности, потому что этой свечи больше не будет в равнении и потребуется гораздо меньшее движение. В следующем месяце, пока мы выше, чем предыдущие 2-3 месяца и мы вот здесь, у нас скорее всего будет пересечение. В этом месяце нам скорее всего нужны новые максимумы. А можешь врубить MRI на секундочку? Посмотрим, по идее да? Да, только он у тебя не в фейворитсах, он только в приглашенках. Да, вот он. Ага. Invite only. О, включи, пожалуйста, цифры тренда. Отображать тренд. Да, третья галочка. Ага. Ага. Вот. Итак, дальше, если мы пойдем наверх в следующий месяц, то у нас будет зеленая звездочка на свечке, и вроде как все сходится. Смотри, твой индикатор пересечется на этой зеленой свечке, в то время как следующий месяц должен нас забросить выше, чем свечка этого месяца. Отлично. И я бы ожидал, что они довольно хорошо сойдутся, потому что они оба основаны на движении девяти свечей. Так что я хотел бы это увидеть. Да, мужик, это выглядит как отличная четырехсвечная коррекция после последнего локального MRI топа. Это так классно все выглядит на месячном тренде. Короче, чувак, я очень побычно настроен на ближайшее время, а ты? Да. У меня нету причин, думать по-другому. И вот эта последняя неделя была очень важной для меня. Я думаю, что мы на пороге возврата в очень мощную бычью среду, которая продержится год плюс. Можно я заберу у тебя экран ненадолго? Люди просят посмотреть на MicroStrategy. Если, конечно, ты хочешь, можешь свой посмотреть. Ну, давай, я уже взял свой, посмотрю. Сейчас мы посмотрим на ним, но после того, как я хочу вам сказать кое-что проверить, давайте вернемся по Доу Джонсу на сто лет назад. Помните, я вам говорил про октябрьские дела? 29-й год. Ребята, иногда реально надо вернуться на сто лет назад, чтобы увидеть, что у нас было самое высокое закрытие августе. И, да, вот, понимаете, мы были бычьи, настроены весь год, сделали вершину в сентябре, в сентябрь, входят в сентябрь. Сентябрь был хреновый месяц, мы упали, но посмотрите, вот что я говорю, мы нашли здесь лоу в сентябре и ждали, что начнется бычий рынок. Но когда дно случилось в сентябре, вы должны быть очень аккуратны, вот это я говорю, потому что вы не должны исключать того, что еще более низкое дно может прийти в октябре. Вот что я вам говорил про биткоин в этом году. И, да, у нас есть дно в раннем сентябре, но кто вам скажет, что у нас не будет более низкого дна в октябре? Так что вот он, великий обвал 29-го года, сто лет назад, когда рынки обвалились нахрен. После того, как мы закрылись в августе, собственно, мы обвалились очень сильно, у нас был еще свинг-хай и маркет, и рынок упал еще на 70%. Несмотря на то, что у нас было сентябрьское дно, был небольшой отскок дохлой кошки, и потом пришел настоящий обвал, реально большой обвал. Третья неделя октября, вот где пришел самый настоящий монстр обвал, монстр дно, ребята, последние дни октября. И уже финальное дно пришло на вторую неделю, только ноября. Так что, знаешь, это не абсолютно корректно, когда я говорю, что да, обычно дно приходит в сентябре, в октябре. Да, обычно так, обычно происходит так. Но, блин, вот мы видим, что вторая неделя ноября тоже может в случае черного лебедя стать дном. Поэтому понятно, что сто лет назад были другие мазы, другие фишечки, но, блин, меня еще не было, чтобы ждать этого и зеленой стрелочки и здесь купить. Но прикольный сетапчик был, да, посмотри. Потом, опять же, как долго мы могли подниматься, мы мы видели хороший бычий рынок целый год. Стокмаркет вырос на 50% фондовый рынок. И, да, хорошее дно, пару недель вперед, и как и ожидали, но потом опять, посмотрите, началась медвежка и все рухнуло к ядреням собачьим. И МРА не помог на месячном графике. Ну, было дно здесь, конечно, где загорелась стрелка. Да. Несколько лет спустя, и потом мы все равно небольшой отскок дохлой кошки, и потом приходит снова дно. В общем, короче, мы падаем, падаем, падаем. Падаем, падаем, падаем. В октябре вот мы нашли лоу. В октябре были, кстати, хорошие возможности для покупки. Но потом рынок ушел еще ниже, еще ниже, еще ниже. Великая депрессия, короче. И потом только мы оттуда пошли. Просто хотел проверить еще раз эти факты. Идем на MicroStrategy, смотрим. Вот у нас Майкл Сейлор наш на графике. Что мы тут видим? Что у нас тут есть? Это охренеть, какая прекрасная консолидация. Посмотрите на этот замечательный пробой, зеленую стрелку, зеленую звездочку, в смысле. И я думаю, что MicroStrategy предсказывает будущее биткоина. И поэтому это удостоверяет меня в том, что это достаточно бычий год все еще может быть. Это может быть абсолютно крышесносный бычий год. Мои единственные мысли это то, что я определенно поменял свое мнение о акциях в долгосроке. И мне действительно интересно увидеть, как разовьется эта история через 10, 20, 30 лет. После интервью Сейлора с Сейфа Дином меня поразило как он абсолютно готов хранить свои биткоины, например, у Джей Пи Морган, чтобы получать небольшой доход. Он думает, что это правильный путь. И мы видели эту историю раньше. Это очень корыстная ситуация, когда ты выпускаешь долг, чтобы купить так много биткоина, как ты можешь, и потом тебе недостаточно просто держать его на холодном кошельке. Ты доверишь его третьему лицу, чтобы получать небольшой доход. Это история, которая просто не заканчивается хорошо никогда. Я не знаю, мне кажется, что они входят на все в биткоин, и они даже не собираются сами его хранить. Это просто заставляет меня думать о том, как много людей вошли во что-то, во что они верят на все. Я не знаю. Я действительно был поражен тем, как сейлор уверенно готов отдать свои биткоины третьему лицу. Сатоши сам говорит, если нужно третье лицо, то биткоин бесполезен и теряет всю свою ценность в ту секунду, как вам требуется третье лицо. Я не знаю, закончится ли эта история хорошо. Я абсолютно с тобой согласен. Собственно, я об этом и говорю обычно на интервью, особенно на всяких мейнстримах. Что я делаю на интервью? Я говорю о том, что биткоин это собственность. Люди забывают, что биткоин это... У тебя, скорее всего, есть эта футболка, неконфискуемая, цензура устойчивая, средство сбережения. И я разделяю все эти три свойства. Майкл Сейлор, возможно, он в своей личной жизни, да, но как компания они не могут полностью соответствовать неконфискуемой собственности, поскольку это только каждый человек может сам быть сам себе кастодиальным сервисом. А когда ты компания, компания реально не взаимодействует, не делает транзакции в биткоине, поэтому в принципе единственное свойство, которое они используют, это свойство сохранения ценности. А для меня это не самое, знаешь, главное свойство. В то время как, то есть, грубо говоря, у нас есть другие вещи с таким же ограниченным предложением, например, золото. Да, золото, у него очень похожие уменьшающиеся возвраты, но зато у него нет других этих свойств, например, что его нельзя конфисковать, и цензура устойчивости. Все хуже и хуже с годами становится в плане вашего золота, держать это палево только лишнее. И Майкл Сейлор просто использует всего одно из этого, то есть, он может, конечно, с этим не согласиться, но это мое мнение. Он не использует биткоин на всю катушку. Другая вещь, что я видел также это, что нам нужно разделить. Он что, пытается заработать немножко дохода на все свои биткоин-сбережения, или же он пытается заработать немного дохода на часть своих сбережений. Да, например, если Майкл Сейлор сейчас решает использовать биткоин в качестве хранения и кладет весь его куда-то, чтобы делать еще и доход на него, то это может быть очень-очень опасно, поскольку сами понимаете, почему это страшно. А вот если он нормальный человек, то он кладет всего 10-20% своих биткоинов в такую штуку, и это уже совершенно не опасно, потому что, да, конечно, у него будет кастодиальная проблема, но как минимум, он не увеличивает ее еще в разы тем, что кладет туда всю котлету на доход. Так что мы должны разделить эти две вещи. Он не был абсолютно прозрачен в плане, какое процентное соотношение биткоинов-людей находится в холодном хранилище, которым они, собственно, как компания могут управлять и трейдить. Конечно же, как ответственные профессиональные трейдеры, они должны торговать максимум 10% своего тэка, поэтому нет причины, чтобы отходить от этих правил, даже если мы хотим заработать доход дополнительный на свой биткоин. Но если на 10% торговать, то я думаю, что ничего страшного, а ты? Я полностью согласен. И спекулируя, я думаю, что какой бы процент он не планировал использовать, это слишком много, опираясь на то, что он сказал, когда Safe1 бросил ему вызов, сказав, что он не хочет рисковать своим биткоином в холодном хранилище, и он просто счастлив владеть им. Ответ Сейлора был что-то вроде «Нету риска хранения у Джейпи Морган или у этих других банков». Его ответ был в том, что риска нет. И от тона, с которым он ответил Safe1Dino, у меня сразу же пробежал холодок по спине, и я подумал, что это может быть 100%. То, как он подумал, что это бесплатные деньги, которые лежат на столе без риска. Он подумал, что это глупо не делать этого. Так что, если это меньше, чем 50%, я буду удивлен. И то, как он агрессивно продает акции и выпускает долг, чтобы купить биткоин. Он не похож на парня, который действует по чуть-чуть, чтобы защититься от инфляции. Он входит на все. И он верит в Джейпи Морган и хранение биткоина с ними. И он не продавал это. Как будто это 10-20%. Окей, если это пойдет на ноль, и они обрушатся, и не будут правильно хранить, то это всего 10-20%. Это не тот тон, с которым он говорил. Нет, хорошая точка зрения. Но, что люди, например, Майкл Сейлор или Илон Маск потенциально, что они недооценивают, так это политический сговор, в котором они оказываются на обочине истории, и в котором они оказываются за скобками. И Илон Маск только что говорил на Трамп-рале. Я имею в виду это очень странно. Это не политический канал, и, может быть, мы лучше поговорим об этом на моем канале. Но Илон Маск должен понимать, что никакой капиталист не защищен. Это такая странная динамика, но если Илон Маск возьмет не ту лошадь, то есть потенциал сговора между правительством и другими капиталистами, чтобы спасти свои активы. И, допустим, понятно, что Илон Маск гораздо более обеспеченный, чем Сейлор, но если цена биткоина пойдет в сторону 250 тысяч долларов, то, возможно, они поменяются местами. Если правительство решит, что биткоин это угроза американской национальной безопасности, то они могут сговориться с приватными компаниями другими, чтобы выжать этих игроков с рынка, других капиталистов. Так что Сейлор может столкнуться с этим риском. И мой единственный совет Сейлору это не то, что тебе надо, конечно, полностью хранить все свои биткоины, но хотя бы, чувак, хранить хоть часть этих ключей. я бы на его месте сделал бы кошелек с мультиподписью, где некоторые держатели этих ключей не были бы гражданами США. Как бы это сумасшедше не звучало, но если бы я был Сейлор, я бы сделал мультиподпись между разными юрисдикциями, где, допустим, Сейлор это Америка, а также еще, давайте скажем, Китай, Россия или кто угодно. Я бы глобальную мультиподпись поставил, чтобы никакая страна не могла забрать по закону эти биткоины себе. Да, я думаю, что это действительно хорошая точка зрения. Как только ты входишь в область работы с большим банком, ты не только рискуешь, что они обанкротятся, у тебя также есть риск того, что появится правительство и конфискует все, что у тебя есть. Канью Уэст это пример, он сказал что-то и теперь не может получить доступ к своим средствам. Он не может использовать даже Apple Pay. И если вы инвестируете в биткоин и вы не собираетесь пользоваться неконфискуемостью, вы действительно подвергаете себя большому числу слоев риска, которые могут выглядеть номинально в один день и потом на следующий день все меняется и теперь то, что ты думал твое теперь находится во владении ФБР или кого-то еще. Я думаю, кто угодно с такой позицией должен определенно хранить свои приватные ключи в различных странах потенциально. мне кажется, в Винклвоз и так сделали. Они поехали в 10 различных стран, чтобы разместить там свои приватные ключи, но да, я уже немного отхожу от темы. Ну да, да, слушай, я думаю, может, то, что я сказал звучит сумасшедше, но по-моему, еще более крейзи это класть всю котлету в одну банку и... допустим, у тебя есть нормальный такой стек, и если ты разбиваешь его на 10 частей, и у каждой из этих 10 частей есть своя мультиподпись, и если все-таки страна одна до тебя докопается и захочет конфисковать, то им будет это очень сложно сделать, и... мультиподпись очень крутая вещь, и даже если вдруг твоя собственность конфискуется, то это будет всего лишь часть, это будет всего лишь часть общего объема, и... люди все еще не догнали до того, что опасность этой неконфискуемости биткоина это, пожалуй, самое главное свойство биткоина, но они обязательно это поймут. С каждым днем становится все более очевидна ценность, которую биткоин предлагает миру. Вау! Nvidia выглядит просто божественно. Я думаю, весь рынок хорошо сейчас выглядит. Окей, чувак, мы уже час болтаем, я думаю, пора заканчивать. У нас тут Dow Jones, новый All-Time High Nasdaq, немножко отстает S&P, новый All-Time High Опять же, я хочу вернуться к одному из лучших уроков, которые я смог выучить с рынка. Когда вы видите, что Dow Jones обгоняет всех, это говорит о том, что национальный капитал находит свою тихую гавань в Соединенных Штатах. Я не ожидаю сейчас, что американский рынок грохнется, может быть, только небольшие коррекции на локальных вершинах. А когда вы видите Russell 2000 и Nasdaq, опережающий рынок, это скорее такая домашняя уверенность против интернациональной уверенности, когда S&P и Dow Jones прут первыми. Так что мы сейчас имеем дело с международной уверенностью. Так что, ребята, мы видим, что мировые деньги идут в американский рынок. Абсолютно. Увидимся.